Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про ошибку, которую многие допускают, допускают они ее потому, что они даже не знают, что делать, а ничего не делание в некоторых моментах это тоже ошибка, поскольку пока ты ничего не делаешь, где-нибудь на другом фланге бой уже заканчивается. Часто вы меня спрашиваете, как понять, что делать, но одного ответа на этот вопрос нету. Нету такого типа, вот вы мне задали этот вопрос, я вам один ответ дал и вы сразу поняли, что делать в бою, на какой фланг ехать, что на нем делать, ехать в атаку или наоборот назад отъехать или просто стоять в позиционке. Это такой вот вопрос, на который комплексно нужно подходить к нему и там может быть вариантов очень много. Поэтому я потихоньку обдумываю, как сделать большой такой видосик, где расскажу про все это, про все эти фишки со скиллом, там что делать, как, что, куда, там очень много всего. Но какой-то очень трудный я для себя видосик придумал, что я его уже неделю, наверное, не могу осилить. Но в этом видео я вам четко расскажу, что делать и как понять, именно когда вы уже на каком-то фланге, можно ехать или нельзя ехать. Здесь вот в начале боя два парня поехали по воде и сделали ошибку. Почему? Потому что в начале боя они сразу, ни чекая ни карты, не получая никакой информации, просто поехали сразу по низу на медленных двух тяжах и они не знают, что они здесь встретят. А если ты играешь на медленном тяже и едешь туда, где ты не знаешь, что тебя встретит, то шанс, что все закончится плохо велик. Так, приезжает первый у нас уже в ангар, я его через пару кустовых деревьев убиваю без засвета. Здесь еще панзеркомфагенсен стреляет в моего союзника, пока он это делает, я в него накидываю просто тупо по КД, по перезарядке, кумулями ему в щеки, в НЛД, куда попало, он опять на перезарядке и отправляется в ангар тоже вслед за своим вот таким вот дружком, которого он себе нашел. И они тут вдвоем сдохли, ничего полезного они для своей команды не сделали, убили одного моего союзника, который сам на них подставился, мог бы не подставляться и не сдох бы. То есть, еще там вазик поджался, который в начале по перекатке стрелял. Ну, короче, в общем, простофильчики в начале боя, которые хотели, уже посливались. Остались более-менее люди, которые хоть как-то пытаются играть. И вот сейчас наступает тот момент, когда, находясь на том или ином фланге, нужно подумать, посмотреть на карту. То есть, в начале боя я еду просто в стандартную позицию, смотрю на карту, увидел на карте ошибку двух дурачков, поехал их, наказал. Наказал, возвращаюсь и попутно смотрю на мини-карту. Некоторые говорят, что ой, и как же за ней следить так часто. Ну, пока ты ничего не делаешь, вот едешь на холмик. Ну, что тебе, в холмик этот смотреть или куда? Посмотри и две секунды на карту. Быстро оцени обстановку у себя на фланге. Ага, люди стоят, сзади гриль стоит, прикрывает все, значит, вылазить туда нельзя. На центре, посмотри, стоит пару СТ-шек и ПТ-шка, они просто там кемперят с кустов. Союзники занимаются тем же самым. И на другом фланге, на левом, там вдали ИС-7 стоит, и две СТ-шки. Они просто там долго весь бой стоят, и все. То есть, пока что стоит позиционка, все стоят, и ничего особо не происходит. Ехать нам особо упарываться некуда. И можно подумать, что делать дальше. Ехать на другой фланг, мы там не проедем. Там, где ИС-7 у нас с СТ-шками стреляются. Если мы там поедем вперед, нам в бочину с центра накидают. Если мы упоремся на центр, скорее всего, СТ-шки из Б2, Е50М и Т62А чуть-чуть оттянутся назад, и тоже начнут по нам стрелять. Плюс еще гриль, может быть, или арта стрельнет. Короче, это очень долго объезжать физны откуда. Поэтому пока что ехать некуда. Плюс еще мы видим, что у нас на горе 430-й бат, и еще там какая-то СТ-шка. Они почти все без ХП, и враги с кучей ХП решают атаковать. Я смотрю, что никто не прикрывает 260-го, выезжая, даю наглую тычку. Теперь 260-й и Шкода остаются по 500 ХП, там 445. Ну, Шкода уже почти сдохла. Одна СТ-шка наша, Леопард, убежал с горы. Остается батчат шотный, точнее батчат с ХП и 430-й шотный. Ну, уже и бат, в принципе, практически шотный. И остаюсь здесь один я. Перетягивается еще с центра сюда СТ-шка, а у нас с горы на центр Леопард. И враги заняты на этом фланге тем, что они едут все на гору. Пока они едут на гору, я накидываю им попутно тычки в тех, кто подставляются. На других частях карты ничего особо не изменилось, просто между собой пацаны катаются туда-сюда. В принципе, по сути, как была позиционка, только немного хаоса добавилось, так, в принципе, пока что никакого такого вот движения, куда бы мне деться, я не придумал. Единственное, что сейчас я понимаю для себя, что я нахожусь один на фланге, а СТРВ на центре меня сейчас не может прикрывать, поскольку он находится не особо в таком вот офигенном простреле, поскольку, чтобы он меня прикрывал, нужно врагам стать прямо вот здесь передо мной, жопой к СТРВ, и только так он сможет стрелять. Ну, в принципе, это маленький шанс, что меня прикроют оттуда СТРВ. Что нужно сделать в этом случае врагам? Мои союзники все светились весь бой, то есть у них уже должна быть информация о том, что я здесь нахожусь один, и они должны были сразу уже ехать меня убивать, не ехать на гору там заезжать или еще что-то. У Хэвика быстрое КД. Пока он на меня будет выкатываться, он, в принципе, уже зарядится. При этом Хэвик сейчас выйдет на меня, у него уже будут снаряды, то есть он не разряженный полностью, либо он уже заряженный был, потом стрельнет один или два раза и поедет еще раз заряжаться. Пока все это происходило, Е50 там начнет со мной перестреливаться, и потеряет кучу ХП. 260-й, он шотный, он не может со мной агрессировать. Как нужно было понять врагам, что я здесь нахожусь один? Вот вы спрашиваете, как догадаться, что можно ехать в атаку или нельзя? Враги догадались, что можно поехать и убить гору, потому что перед ними светились СТ-шки, и они были шотные. До этого они догадались, к этому они дошли, что можно поехать их убить, потому что у них много ХП. Они не забоялись, что их простреливать будут, пока они будут заезжать на гору. И тут вопрос у меня. А эти враги, которые на гору заезжали, действительно ли они настолько умные, что поняли, что они задавят гору, они прочекали всю карту, и поняли, что пока они будут заезжать на гору, их никто особо напрягать не будет, и поэтому они поехали на гору. Или просто они глупые, и поэтому поехали на гору, потому что увидели перед собой две шотные СТ-шки, и одну там с 1000 ХП, и поэтому поехали их убить, потому что они перед ними были, и они просто их визуально видели, а на карту они не смотрели. И я склоняюсь ко второму варианту, что враги все-таки были не умные, а глупые. Почему? Потому что если бы они были умные, то они поехали бы сразу дальше. Почему? У нас есть 100% информация по шести танкам. Я на 140-м стою здесь под горой, Леопард, Вафля и 257-й на центре тусуются, они светятся 100%. ИС-7 и ИС-4 на фланге светятся в Д-1 весь бой там. И СТРВ, который не стрелял и возможно светился на центре, по нему тоже есть информация наполовину, что его здесь нет, потому что он никуда не стрелял, а возможно еще и светился на центре. То есть у нас есть информация по шести танкам, плюс наполовину есть инфа по СТРВ. Плюс еще сюда добавляем арту, всегда считайте арту, и все мертвые танки. И у нас получается информация по всем танкам. И что это мы насчитали? Что это за информация? А информация следующая, что если это все сложить в голове, то мы понимаем, что я на фланге здесь нахожусь один, поскольку если вычесть одного меня здесь на фланге, то остается 14, потому что я здесь один, 1 минус 15 это 14, то есть у нас 14 танков находятся отдельно от меня. Всего лишь один танк, наполовину под вопросом, это СТРВ на центре, ну и арта, которая в любой момент может в любое место стрельнуть, потому что она может весь бой переезжать. Таким образом, если враги умные, они должны были посчитать сначала все танки, которые светятся на карте, потом посчитать танки, которые светятся далеко и недавно светились. Таким образом, мы посчитаем танки, которые не представляют угрозу на данном фланге, добавить сюда все танки из ушей команды, которые мертвые, добавить сюда арту и у нас получится цифра тех врагов, которые находятся перед тобой на фланге, потому что останутся те, которые возможно не светились и находятся сзади меня в К1, в К0 там допустим они стоят меня прикрывают. Но в этом бою и есть информация по всем. И что с этой информацией должны были делать враги? Они должны были ехать Е50 и Хэвик на меня фуловые, упарываться и убивать меня одного здесь, потому что я здесь один. Таким образом, они здесь меня убивают и едут дальше помогать на остальные фланги, на центр своим союзникам, либо на другой фланг, либо нашу базу атакуют. Море информации в этом бою можно было получить всего лишь посмотрев на карту, на уши команд, посчитав танки и все это можно сделать за пару секунд. Это я так долго разжеванно вам рассказываю, что происходит у меня в голове, когда я смотрю на карту, потому что я все эти танки считаю сам. Есть там конечно какие-то модики, которые покажут какие танки светятся, не светятся, но в итоге приходится все равно все посчитать, даже если будут в ушах команды какие-то там лампочки показываться. В любом случае, мне придется все танки пересчитать, потому что мне нужно будет еще понять, какой танк не светился и где он может находиться, я тоже должен представить. Здесь мы видим, что Е50 делает ошибку, он перестреливается со мной от башни. Он должен был делать следующее. Когда Хэвик едет на меня в атаку, Е50М должен все это время сейвиться и не вылазить вообще. Он решил со мной поперестреливаться от башни, причем вначале он стрелял в меня ББшками, потом подзарядил голду и все равно ничего не получилось, потому что я тут стою глубоко от башни и меня в принципе срать на его пушку. Конечно он мог меня пробить в лючок, но не попал. И таким образом, что происходит? Что в принципе враги додумались до этого, что меня можно здесь зарашить, но они это так долго делали, что мне кажется, что они это делают, потому что они один танк перед собой видят, а не потому что они всю карту прощекали и подумали головой. Но может быть они и умные, но судя по тому, что они сделали дальше, они ни разу не умные, поскольку Хэвик едет на меня в атаку. У Хэвика в барабане 4 снаряда по 400. Он меня с барабана не убивает. Он сейчас раздаст барабан и он будет находиться секунд 20 вне игры. Он ничего мне не сможет делать, поэтому мне нет смысла с ним бодаться. Хэвик это не тот танк, который меня убьет. Он не может меня убить. Поэтому он не представляет для меня угрозы в виде того, кто меня завалит. Поэтому я на него забиваю. А вот 260 и Е50 могут меня убить, поскольку у них нету никаких там долгих перезарядок. У них снаряд выдаешь, следующий заряжается и опять выдаешь. Таким образом, я сейчас сделаю очень умную вещь. Я забиваю на Хэвика и начинаю работать с шотными врагами. Во-первых, они шотные. Их убиваешь и они сразу перестают представлять какую-либо угрозу. И пока я здесь убиваю, я остаюсь с 300 хп. Казалось бы, я мог здесь сдохнуть от трех врагов. Но нет, я убил тех, кто представляет для меня угрозу. Остаюсь один против чувака, который все, у него нет снарядов. Он на перезарядке. Да, времени прошло уже достаточно много. И вот-вот скоро он зарядится. И сейчас он еще и даст нам понять, что он уже заряжен. Вот он останавливается и начинает сводиться. И стреляет. Ну тут уже очевидно, что он зарядился и время уже как раз подошло. Выезжаем тут от башенки и в принципе добиваем его. Вот в принципе и все. Бой сделан. Враги сделали колоссальнейшую ошибку. Они поехали всей кучей наверх. Пока они туда ехали, я отдал там 3 или 4 урона наверх. Потом они там наверху тусовались, тусовались. Пока они там тусовались, Е50 решил со мной от башни перестреляться. Никогда в жизни на Е50 не перестреливайтесь от башни с врагами, которые очень хорошо играют от башни. После первой же тычки, которую получил Е50 кумулем в лицо, уже можно было бы понять, что со мной лучше не перестреливаться. Он слил все хп и поэтому они ничего не смогли. Плюс еще тот танк, который был такой вот под вопросом, это СТРВ, он в итоге немного мне помог. Отъехал с центра чуть назад и простреливал этих глупиков, которые поехали на меня в атаку. Вот что происходит у меня, допустим, в голове, когда я вижу бои в World of Tanks. Я, во-первых, смотрю на карту. Весь бой, время от времени я на нее поглядываю. И при этом я знаю настолько хорошо рельеф карты, что мне достаточно пары секунд глянуть на карту, чтобы понять, кто где находится и чем занимается. Кто там куда едет, кто стоит просто в позиционке. Также еще есть уши команд, которые нам подсказывают, кто уже сдох, кого можно вычеркивать, кто не светился. И, скорее всего, где он находится, я тоже догадываюсь, даже если он не светился, поскольку World of Tanks имеет такие карты интересные, что, допустим, на ПТ-шке стоять особо негде, кроме как в одном-двух кустах. Поэтому и получается часто еще и без засвета убивать. Подведем итоги. Что нужно делать на фланге, чтобы понять, ехать вперед или нет. Нам нужно все время посмотреть на мини-карту, держать в голове, сколько где кто светился и чем занимается, сколько танков на другом фланге стоит, много или мало на центре, и на нашем фланге, кто светился. Обладая этими числами, много ли врагов на другом фланге или мало, кто не светился и где он может стоять, мы можем понять, перед нами, сколько врагов и сколько может быть за этими врагами, сзади прикрывать. Вся информация у нас перед глазами. Нужно на нее все время смотреть и пользоваться ей. Я так читаю карту. Время от времени на нее поглядываю, смотрю, сколько танков где находятся, пересчитываю их. Я не каждый бой пересчитываю все танки. Я это делаю примерно раз в несколько боев. Когда я вижу на карте такую вот ситуацию, что сейчас нужно отъехать или подъехать, я быстро пробежался по всем танкам и понял, что вот сейчас момент для атаки либо наоборот для дефа. Иногда уже настолько турбо-бой, что и считать ничего не надо, просто едешь, всех убиваешь, собираешь по карте. Но иногда такие позиционочки встречаются, как сейчас, когда нужно посмотреть на карту. Обязательно ставьте лайки, нажимайте колокольчики, подписывайтесь. Если вы что-то не поняли из этого видео, напишите в комментариях. Может быть я переделаю это видео и объясню, попробую по-другому. Но мне кажется, что я все объяснил. Может я чересчур разживал, потому что действий, которые нужно сделать, не так уж и много. Смотреть на карте и посчитать танки в ушах и понять, кто не светился, где он может находиться. Вот в принципе все. Играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok